Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» Программа о спорте, спортсменах и здоровом образе жизни Сегодня вы увидите Сила в движении В Касимеве прошло первенство по боксу Спорт-общество «Динамо» У истоков аэробики С подробностями президент федерации Мотосезон открыт Любители быстрой езды устроили мотопробег по улицам Рязани Мы продолжаем рассказывать вам об известных рязанских спортсменах, тренерах и любителях здорового образа жизни Сегодня наша программа в гостях у Елены Алешкиной, президента областной федерации аэробики Эту хрупкую женщину в нашем городе знают многие Фитнес-тренеры не понаслышке Большинству из них не раз доводилось учиться У нее основа мастерства и с дрожью в коленях сдавать экзамены Количество женщин, которые благодаря Еленям заполучили желанную стройную фигуру Вообще не подается исчислению А дети души в ней не чают и учатся любить спорт Знакомьтесь, Елена Александровна Алешкина Тренер, а по совместительству президент областной федерации аэробики Спорт для нее сейчас – дело жизни А начиналось все, как ни странно, с лыжных гонок Да, это были лыжные гонки У меня были и соседи по лестничной клетке, которые занимались лыжными гонками А я в то время энергию не знала, куда девать Меня родители, как бы даже не родители Мама у меня всегда была спортсменка, тоже активистка Закончила педагогическое училище наше Рязанское Но когда они видели, что мне некуда девать свою энергию Они присоединили меня к нашим соседям, двум мальчишкам Которые занимались лыжными гонками Ну и с первого класса, естественно, у меня началась очень интересная жизнь спортивная Выполнив кандидата в мастера спорта и в 17 лет завершив свою карьеру Лена поняла, что спорта теперь явно не хватает Да и лишние килограммы, как это свойственно бывшим спортсменам, вдруг стали набираться На помощь пришла мама, записала дочь в группу популярного в то время шейпинга Но занятие это показалось Елене слишком скучным Не по характеру, да и физическая нагрузка была слишком слабой И тогда в жизни и появилась она, аэробика Опять же мама меня привела, то есть предложила мне пойти заниматься аэробикой Тогда это только-только начиналось, волна такая только до нас докатилась И во дворце детского творчества, вот как аэробика, как моя такая история, следующая жизненная страничка Началась здесь, в дворце детского творчества Я сначала присматривалась, на первое занятие пришла обвернутая в целлофановые пакеты Одев на себя спортивный костюм, то есть создав эффект бани Это естественно потом я уже поняла, что это большие заблуждения Став уже более опытной, когда преподавала и сама училась Поняла, что я была не права И в общем-то тренер, который преподавал здесь, он мне помог в этом Постепенно просто занятий стало мало Захотелось постичь науку, поэтому поехала в Москву учиться В нашем городе подобных курсов не было Недельный курс, тогда это была неделя Мы прожили в Москве И это еще одна история из моей жизни, как мы собирали деньги на обучение И где мы там жили в общежитии Можно сказать, ни ели, ни пили, но поехали учиться Но это не прошло даром, в общем-то я не жалею ни о чем Так хобби превратилось в профессию, в любимую профессию И вот уже 24 года Елена работает тренером 20 из них во дворце детского творчества Перечислить все направления фитнеса, которые она ведет, довольно сложно Пальцев рук точно не хватит Это и аэробика, и степа-аэробика, йога, пилатес, силовые тренировки, аква-аэробика И список продолжать можно еще очень долго Тренирует как взрослых, так и детей Но ответ на вопрос, откуда берет столько сил и где черпается вдохновение, довольно прост Дети дают силы, это, во-первых, энергетический обмен идет, колоссальный просто Объем, насколько ты отдал, ты вдвойне получаешь Только от них Плюс свои дети, которые заряжают энергией перед выходом на работу Кстати, дважды став мамой, со спортом Елена не расставалась ни на минуту Как мне сказали врачи, спортсмены вообще из другого теста, из другого мира И если они бросят заниматься, они умрут Поэтому не на секунду, даже бывшей беременной, два раза в положении Я не прекращала занятия И, в общем-то, рекомендую всем заниматься и не бросать Беременность – это не приговор Наоборот, нужно двигаться, чтобы не заставилась кровь, чтобы родить ребенка здоровым Вот такие они, сильные женщины-спортсменки Ну а подать пример и поделиться опытом Елена всегда готова В 98-м году она создала в нашем городе Федерацию аэробики Ничего подобного в Рязани не было Просто заниматься уже мало мне было Появился опыт и хотелось его отдавать и делиться с другими Поэтому была создана по этой же причине Федерация И мы стали проводить не только разные мероприятия в городе Подобные фитнес-марафоны и конвенции по аэробике Но и обучающие семинары Но Рязань у нас воспряла, у нас только клубов сейчас настроилось То есть такой толчок был получен в 98-м году И пик развития фитнеса в нашем городе пришелся на 2002-й год С тех пор из-под крыла Елена Алешкина и по самым скромным подсчетам Вышло порядка 200 профессиональных инструкторов по фитнесу И на достигнутом она останавливаться, конечно же, не собирается Учить, тренировать и продвигать фитнес-аэробику в массы – любимое занятие Я могу сказать, что я одна из немногих счастливых людей на этом белом свете Которые могут совместить свое хобби и свою работу Я на работу иду как на праздник, можно так сказать В планах на самое ближайшее будущее совместить отдых с любимой работой Традиционные летние сборы с детьми в Солочи Мы едем в Солочи, на нашу базу, Исток Там мы проводим учебно-тренировочные сборы Ну и, естественно, мы решаем там же проблемы Такие задачи, вернее, проблемы, а задачи Это составить, выбрать музыку, это подбор музыкального сопровождения Уже на дальнейшую, да, какую-то программу Это прослушивание музыкальных треков Определить настроение, создать вот какое-то такое начало Создать начало И потом уже подбирать к этому музыкальному сопровождению Уже работать над хореографией Это вот летом такая рыба, лекало такое закладывается Вот, а по сентября мы уже начинаем работать уже Когда мы все собираемся вместе Не все же могут поехать А мы уже команду расставляем, уже все на местах И хореография уже идет полным ходом Отработка элементов, придумывание в течение этого Мы можем собрать весь танец, допустим, все упражнения А потом придет какая-то идея Мы можем просто поменять за неделю перед соревнованиями Все, ну, идея того стоит Ну и, конечно, обучение новых кадров для фитнес-клубов И тренировки с желающими похудеть и обрести спортивную форму Тоже никуда не денутся Лен, спорт для вас это жизнь? Навсегда? Это навсегда Минувшие выходные состоялось открытие мотосезона 2015 Открытие ознаменовалось мотопробегом Причем, руководствуясь футбольным правилом о том, что матч состоится в любую погоду Спортсмены-мотоциклисты не собирались откладывать первый старт в долгий ящик Но и погода выходные приятно порадовала и все прошло хорошо Любители двухколесного транспорта официально объявили об открытии мотосезона 2015 Церемония открытия прошла уже традиционно у стадиона ЦСКА 25 апреля и продолжилась мотопробегом Организатором мероприятия выступила компания «Твой скутер» В этом году мотопробег было решено посвятить 70-летию победы в Великой Отечественной войне У нас сегодня происходит мотопробег ежегодный, посвященный 70-й годовщине победы Великого российского, советского тогда народа над фашистской Германией Мы объединены одной патриотической целью и любовью к мотоциклам С каждым годом акция набирает все большую популярность, а количество ее участников растет Мы начинали где-то порядка 20 человек, нас было 30, сейчас больше полусотни И к нам сейчас должны еще присоединиться с других районов Ни один уважающий себя гражданин и, что немаловажно, патриот своей страны Не оставит без внимания праздник Великой Победы Вот и участники мотоакции того же мнения Кто еще, как не они, своим примером покажут, как важны такие добрые традиции Мероприятия у нас семейные, там нас ждет еще мама с папой, бабушка с дедушкой На Лысой горе в Солочи А здесь мы с сыном едем на мотоцикле И предлагаем всем точно так же участвовать в активном образе жизни, активном отдыхе И девиз нашей компании – обрети свободу движения То есть двигайтесь и только вперед Такие мероприятия, они имеют вообще основополагающее значение Для воспитания патриотического духа молодежи Которая нынче утрачивает этот патриотический дух Просто если люди увидят, молодые люди увидят, что у нас есть еще порох в пороховницах Они за нами потянутся И тогда Россия будет цельной и крепкой Молодое поколение, его нужно воспитывать И когда оно рядом, когда заинтересовано, когда в энергии, в движении Это притягивает И вместе начинаем уже что-то дальше делать планы И строить какое-то будущее Будущее Маршрут пробега лежал через весь город Такое зрелище рязанцев приятно удивило Еще бы, не каждый день удается наблюдать такую необычную картину Ну а конечной точкой маршрута стала Лысая гора в поселке Солоча Там участники мотопробега смогли познакомиться друг с другом Пообщаться, посмотреть и почувствовать технику в движении Партнером мотопробега 2015 стала компания Ликвимоле В лице общества с ограниченной ответственностью Автоатлант Он выбрал победителей конкурсов Лучшее мастерство вождения и лучший тюнинг А накануне молодые боксеры из различных регионов России приехали в Касимов Там они разыграли медали Всероссийского первенства по боксу Среди юниоров общества Динамо Накануне майских праздников в Касимовском спорткомплексе «Лидер» Состоялось первенство общества Динамо по боксу среди юниоров В Касимов приехали молодые спортсмены из более 20 регионов России На ринг вышли 74 боксера, которые разыграли медали в 11 весовых категориях Также судьи выбрали лучшего боксера И наградили двух спортсменов за волю к победе и лучшую технику Среди боксеров, завоевавших золото, двое Мирослав Пешков в весовой категории 69 кг И Валерий Басов в весовой категории 81 кг Представляли Рязанскую область Рязанец Александр Денисов был награжден за волю к победе Считаю самым тяжелым, конечно, боем и полуфинальный Который был Проходил он с парнем из Оренбурга Очень такой напряженный был бой Но я немножко был лучше Где бы я ни был, очень мало, когда за меня так сильно болели, как здесь Потому что Рязанскую область слышно на Рязани Потому что я за Рязани выступаю И все пытаются поддержать, болеют Это очень приятно, очень мотивирует Чувствуется какая-то ответственность перед теми людьми, которые за тебя болеют То есть ты как бы не можешь их подвести Физкультурно-спортивное общество «Динамо» основано в 1923 году Но уже к концу 20-х имело отделение в 200 городах страны Создавался первый пролетарский спортклуб для того, чтобы работники органов безопасности и правопорядка развивали свои физические навыки Обществу «Динамо» принадлежат приоритеты в возрождении отечественного бокса, стрелкового спорта и самбо Динамовские спортсмены долгие годы были сильнейшими в этих видах спорта Возможно потому, что именно эти виды считались прикладными и особенно необходимыми для работников милиции Что немаловажно, с первых лет своего существования общество «Динамо» уделяло большое внимание физическому воспитанию детей, подростков и юношества В 1934 году были созданы коллективы «Юный динамовец» Из воспитанников вышли не только известные спортсмены, тренеры и руководители общества Но и заслуженные деятели науки, искусства, военачальники и представители других профессий Вот и на минувших всероссийских соревнованиях по боксу выступали ребята, которые собираются связать свою жизнь с органами правопорядка Поэтому занятия боксом могут им пригодиться Все победители и призеры получили награды из рук начальника рязанской полиции Николая Николаевича Пилюгина И на сегодня это все Будьте спортивными, здоровыми и пусть всегда у вас открывается второе дыхание Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова